Приветствую вас, вам моя коллега уже дала ответ, и мне он показался хорошим, граммарным, вот, и в чем-то я с этим ответом согласен, например, в том, что вы по вашему описанию действительно устали, и что вы, очевидно, перегружаете себя и откровенно не справляетесь с нагрузкой, ну, просто потому, что нельзя справиться с безлимитной нагрузкой, неограниченной нагрузкой, ведь у каждого человека есть свой предел, который он может выдержать именно по количеству, например, обрабатываемой информации, допустим, или там по времени работы и так далее. Вы же спите 5-6 часов, это мало с учетом того, что вы делаете, с учетом того, как вы организуете свою деятельность, я так понял, что вы и работаете, и учитесь, вот, если я правильно вас понял, по крайней мере, и очевидно, что вы не справляетесь с нагрузкой, очевидно, что вы не можете с ней справиться, и очевидно, что у вас не организован досуг, у вас не организовано расслабление, то есть вполне возможно, что вам имеет смысл, например, ходить в бассейн, как-то вот, может быть, еще отдыхать, побольше времени стараться проводить с друзьями, вот, работу пока можно будет отложить, потому что вы учитесь, если есть возможность, то лучше отложить работу, вот, здесь нужно понимать, что проблема именно в том, что вы, вы сами себя загоняете, спасите, вы загоняете себя просто, вот, работой, учебой и так далее, и естественно, что вы будете давать сбой сам, потому что без отдыха, без смены деятельности любой человек устанет. это вот первый момент, значит, погрузяться еще больше в работу, в деятельность, в обучение вам не стоит, потому что ничего хорошего из этого не получится, кроме только того факта, что вы еще больше себя загоните, и еще больше вы будете уставать, и еще меньше вы будете верить в свои собственные силы, я не думаю, что это принесет пользу вам и так далее, и детям, кстати, тоже, с которыми вы работаете. То есть здесь нужно именно нацелиться вам сейчас на отдых, на свободное время, на то, чтобы побольше спать. Возможно, по весне имеет смысл пропить курс укрепляющих, например, витаминов и так далее. Об этом тоже постарайтесь подумать. Далее, то, что вы работаете с детьми, это здорово, но вопрос в том, почему вы считаете, что вы можете помочь им только преподаванием. Работа с детьми, это и волонтерство, это и воспитание, то есть воспитателю, там, можно нянечкой работать, нянечкой вроде бы, педагогом быть не обязательно, если вам нравится именно с детьми проводить время. То есть не обязательно преподавать, потому что преподаватель, ну, не каждый может преподавать. То есть, если я правильно понял, вам нравится работа с детьми, но преподавательская профессия вам дается не очень хорошо. Вот. И, собственно, здесь нужно понять, либо вы действительно к этому не способны, либо вы просто устали. Но оценивать свои способности нужно адекватно, без привязки, например, к тому, что ваши одногруппницы на вас давят, одногруппники на вас давят. Давайте попробуем разобрать с вами этот момент. Значит, во-первых, для чего вы так себя мучаете? Зачем вы так себя мучаете? Для чего вы пытаетесь одновременно и, скажем, учиться, и, скажем, работать, и для чего вы спите такое маленькое количество времени и так далее? Что вами движется? Какой-то перфекционизм? Цель? Нужда? Что? Я хотел бы, чтобы вы подумали об этом, потому что это очень важно. Если вам движется какая-то цель, то эта цель определенно связана не с детьми, не с любовью к работе. Эта цель связана, скорее всего, с чем-то другим. Ну, например, может быть, с тем, что вы хотите реализоваться, например. Может быть, что-то ищем. Конечно, так вот сказать об этом однозначно с уверенностью довольно сложно. Но, тем не менее, надеюсь, что вы меня здесь постараетесь услышать. Благо, это достаточно важный момент. Важно, чтобы вы поняли, что я вам сейчас хочу сказать. Что я вам пытаюсь донести до вас. Далее. Вы говорите о том, что ваши одногруппники на вас давят. Вопрос. Почему они на вас давят? И тут же ответ на этот вопрос. Потому что вы себя так, условно говоря, поставили. То есть вы, иными словами, поставили себя так в отношениях с ними, что они могут позволить себе на вас давить. Они могут позволить себе с вами так обращаться. Ну и так, и так далее, и так далее, и так далее. И вот у меня к вам возникает тогда еще один вопрос. Что заставило вас поставить себя так, что они, ваши одногруппники, вот так к вам относятся. Может быть, вы были не уверены в себе еще раньше, до того, как начали учиться, скажем. Если так, то это нужно разбирать, если так, то это нужно рассматривать, это нужно прорабатывать вам. Потому что само по себе оно не уйдет. И ваша неуверенность в собственных силах проистекает либо в неприятии себя и в отсутствии любви к себе, а также в проблемах с границами личной ответственности. Ваши ответственности, например, за то, что вы делаете. Либо проблема немножечко в другом, например, проблема ценностей у вас может быть. Проблема ценностей это в том, это касательно того, насколько правильно то, что вы выбрали для своей деятельности. Я вам уже об этом сказал, да, что вот вам нравится работать с детьми, допустим, и это само по себе хорошо, что вам нравится работать с детьми, но вы выбрали для работы с детьми педагогическую деятельность. А педагогом может быть далеко не каждый человек, если это нужно понимать. И относиться к этому нужно нормально, спокойно, здраво, философски. Что вы пытались, вы хотели выучиться на педагога, потому что вам, допустим, нравится работать с детьми, но у вас не получилось. И в том, что у вас не получилось, вашей вины как бы нет. Даже не как бы нет, просто это может быть не ваше. Но если у вас есть ценность, если у вас есть ценность работать именно с детьми, то вы найдете, вы обязательно найдете то, как вам можно реализовать эту свою потребность. Я имею ввиду потребность работать с детьми. Вот, пожалуй, то, что мне кажется очень важным. Далее. Далее идет момент такого рода. Почему вы, что называется, ведетесь, вот такое у нас будет слово, да? Что называется, ведетесь на то, что говорят вам другие. Почему вы позволяете им влиять на себя, на свои цели, на свои желания, на свои задачи? Почему вы позволяете им вмешиваться в это? Почему вы принимаете то, что они вам говорят за, ну, скажем так, за чистую монет? Вот почему так вы реагируете? С чем связано подобная реакция? Какие моменты эти люди, например, ваши одногруппники затрагивают вас, что вы вот так вот реагируете? Об этом надо подумать, потому что недоброжелатели такого рода, они будут с вами всегда, эти недоброжелатели будут постоянно, и нужно понимать, что у недоброжелателей есть одна цель. Цель. У недоброжелателей есть только одна цель. Эта цель самоутвердиться за ваш счет. Но это не означает, совершенно не означает, что вы должны к этим людям прислушиваться напротив. Вам совершенно не нужно прислушиваться к этим людям, особенно, особенно, если вы занимаетесь своим делом и считаете, что все, что вы делаете, все, чем вы занимаетесь, является верным. Я надеюсь, что вы пытаетесь понять, что когда люди пытаются вас как-то унизить, опустить, задеть, принизить, обесценить и так далее, то у них, у этих самых людей есть основания для того, чтобы так себя вести, и эти основания не помочь вам. Подумайте, почему они не помогают вам. Подумайте, почему они давят на вас. Зачем им это? И исходя из этого, уже будете вы корректировать свое отношение к ним и свою модель поведения. Отдельно хочу отметить вам, что люди могут говорить все, что угодно, это их право. Но если вас задевает что-то из того, что они говорят, то это уже ваша проблема. И вопрос заключается в том, почему вас это задевает. В чем причина того, что вас задевает что-либо в их словах? Это то, что вы в себе не принимаете. Это то, в чем вы в себе не уверены. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Делаю вам всего самого доброго и удачи! Удачи!